всем привет как обычно с вами рубрика честный обзор и поговорим сегодня о модификации долг философия войны платформа stalker тень чернобыля мод долг философия войны вышел 2011 году и является третьей заключительной частью так называемой трилогии зауруса как вы все знаете я люблю играть в обновленные версии модов и мне довелось поиграть версию редукс о которой мы подробнее позже поговорим а пока кратко поговорим о релизной версии мода первое что можно отметить это новый сюжет квесты новые виды оружия также была изменена логика npc благодаря чему сталкеры получили возможность лечиться бросать гранаты переодеваться оттаскивать трупы дальше от центров лагерей естественно графика и оружейный пак конечно за исключением пары стволов и это все родное истине и чернобыля но если кому-то хочется изменения особенно в графической составляющей то вам вполне подойдет версия редукс вышедшая 2017 году по сути это ремастер долга философия войны так что есть отличная возможность перепройти мод кстати хочу также обратить ваше внимание что для лучшего восприятия данного обзора вам необходимо посмотреть на моем канале обзоры на моды апокалипсис и поиск ссылки оставлю в описании к данному ролику события мода начинаются сразу же после событий модификации поиск являющиеся второй частью в трилоге апокалипсис играем мы за знакомого нам по первым домчатям stalker по кличке немец который берет заказ на поиск некоего рихарда блюма являющегося сыном одного из руководителей судя по всему крупной и очень влиятельной корпорации заказ немец получает от представителя корпорации йозефа бергера который также нам знаком но уже как отрицательный персонаж по второй части с единственной оговоркой что события второй части происходили в параллельном мире но этого в любом случае достаточно лидеру группы поиск славину чтобы отказаться иметь какие-либо дела с бергером немцу приходится взяться в одиночку за выполнение заказа который в первую очередь начинается с единственной зацепки а именно с поиска трех сталкеров видевших последними рихарда блюма кроме того по всей зоне действует нейтралитет между группировками за исключением радара в этом месте что-то происходит странное в результате чего всем кто допадает просто-напросто сносит крышу отчего сталкеры начинают уничтожать друг друга причина происходящего пытаются выяснить группировки свобода и долг впрочем на долг немец даже успеет поработать попутно выполняя основную свою миссию по поиску блюмы в конце нас ждет интересный финал впрочем сполерить не буду ибо ты можешь все подробно увидеть в прохождении данного мод на моем канале ссылку естественно оставлю в описании из побочных заданий мне сложно что-то выделить ибо их во первых к сожалению мало а во вторых в основном они все так или иначе пересекаются с основным сюжетом что даже сложно определить что отнести к побочным заданиям а что у к основному сюжету могу выделить поиск инструментов для гриши буду лая или же обмена артефактов на винтовку выхлопу шустрова что же касается геймплея то по сравнению с первыми двумя частями перестрелок тут стало поменьше добавлены вырезанные мутанты такие как коты и зомби новых артефактов нет ну если не считать светляк который не имеет никаких положительных свойств для ношения на поясе но зато и играет серьезную роль в сюжете тайники с обычным наполнением из теней чернобыля из нового оружия можно в первую очередь выделить огнемет хорошая и убойная вещь также есть пока м выхлоп есть и экзоскелет знакомый нам по первым частям логи с переносимым весом в 500 килограмм в плане экономики легко разбогатеть деньги нужны лишь на починку снаряги в начале игры а потом и починка бесплатный будет и даже патронами снабжать будут бесплатно само собой в игре низкая потребность как в сне так и в пище что в совокупности с остальными нюансами игры делает геймплей абсолютно не хардкорным в игру добавлена новая локация такая как мертвый город взятый из билдов мне честно признаться очень нравится когда появляется в мадах новые локации ибо это лишь усиливает интерес к игровому процессу появляется возможность побродить по исследованию за это огромный плюс а благодаря версии редукции локации будут выглядеть иначе чем мы привыкли на локациях больше растительности кустов деревьев также увеличена высота травы и дальность ее прорисовки заменены текстуры деревьев земли и травы и досок железо бетона и так далее внедрена динамическая погода то есть в любое время суток может пойти дождь день может быть ясным солнечным или даже туманным и дождливым заменено все оружие причем заменили не только визуал но и анимацию звуки прицельной сетки оружейный пак взят из модификации последний сталкер изменен и слегка переделан ход заменены загрузочные экраны меню сохранения загрузочное меню меню опции и главное меню в сборке присутствуют наработки из модификации эхо чернобыля аутом аврора 2 последний сталкер из минусов как обычно можно выделить беготню хоть ее вроде бы и уменьшили по сравнению со второй частью как обычно скажу это проблема многих модификаций но сильно ли это оправдывает мод наверное нет возможно пора уже привыкнуть и считать беготню странной фишкой подобных модов сюжет в целом хорош думаю он превзошел первой части является вполне себе достойным завершением трилогии апокалипсис хотя возможно чуть-чуть уступает второй части в плане интриги и вначале кажется что как-то все происходит медленно полно беготни но это очень субъективно все так как сюжет постепенно набирает обороты и особенно динамично события развиваются уже под конец игры в мертвом городе да сюжет не идеален есть свои нюансы но я понимаю что автор сделал за год всю трилогию и может быть в этом есть причина что просто-напросто где-то не хватило уже нужной мотивации или банально времени на доработку сюжета а потому некоторые моменты так и остались нелогичными в качестве примера приведу действия славина который не захотел рассказывать по нормальному о событиях второй части а лишь ограничился какими-то отговорками что не будет работать с беркером что пристрелит его при удобном случае и так далее тем самым демонстрируя неуважение по отношению к своему боевому надежному товарищу и другу немцу с таким лидером никто дел бы не имел в принципе также отмечу что возможно где-то без гида игроку сложно будет играть в этот мод вполне допускаю а это минус конечно же серьезный также отмечу что в некоторых моментах озвучка разговоров по рации оставляет желать лучшего есть стабильные вылеты как например при переходе с чс 2 на янтарь а это напомню сюжетный момент из-за вылета приходится бежать на янтарь через южные локации это опять таки беготня плюс время казалось бы что есть серьезные минусы но тем не менее мод все равно остается одним из лучших сюжетных модов по версии игроков так что как всегда решать вам играть или и 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